Славянский район – это не только город и крупные станицы, но и совсем небольшие хутора, в которых проживают несколько сотен человек. Есть у них свои насущные проблемы, которые требуют решения. Глава Славянского района Роман Синеговский встретился с жителями хуторов Солодковский и Деревянковка Забойского сельского поселения. Какие вопросы обсудили на встрече, смотрите в первом материале выпуска. Роман Синеговский приветствовал жителей Солодковского и сразу же перешел к делу, спросив, что их беспокоит. Ответ был однозначный – дорога. После осенне-зимнего периода она нуждается в ремонте. Речь идет об асфальтовом покрытии. Глава района пообещал, что этот вопрос будет решен. Есть проблемы и с качеством воды. Кроме того, хуторяне попросили огородить детскую площадку, чтобы обезопасить играющих на ней детей. Обеспокоены жители хутора трудностями при посещении врачей нескольких специальностей в районном центре. Главный врач Центральной районной больницы разъяснил собравшимся порядок записи к специалистам и порядок госпитализации. Он предложил в случае необходимости обращаться к нему лично. Глава Славянского района взял на заметку все, что беспокоит жителей. Воду сделаем, дорогу обязательно подлатаем, спортплощадку Александр Михайлович предложение нарисует. Значит, что-нибудь сюда вам привезем обязательно. Я думаю, что районная руководство тоже хочет, чтобы мы жили как можно лучше. Ну, нет просто всех возможностей, что все наши это самое. Ну, помогает. В хуторе Деревянковка было проведено берегоукрепление, чтобы обезопасить дома от подтопления. А вот дорога также нуждается в ремонте. Кроме того, жителей волнует химобработка полей рядом с домами. Глава района заверил, что проблемы понятны. Будут приняты меры. Мы на себя обязательства взяли определенные. Ближе к сентябрю приедем, проверим, как мы их выполнили. Хорошо? Такие встречи с жителями помогают районной власти держать руку на пульсе житейских проблем и оперативно принимать правильные решения. Дорога, которую, конечно, хотелось, чтобы она была всегда в идеальном состоянии. Ну, жизнь показывает в том, что не всегда она может быть такой. И мы не всегда можем ее подреставрировать только в нормальную такую сухую погоду. А то, что, конечно же, глава района и глава поселения обязательно должны встречаться с жителями.